привет ребят очередной день принципе я каждый день снимал видео но там как бы как обычно 1 вода сегодня видео сниму выложу все по факту я не помню что до этого снимал но короче говоря может быть повторюсь кто не видел сделал электрику все провел дать вот этот вот кабель греющий все дела до херня это все на небольшие помещения там на какой-то сара или в однокомнатную квартиру там аквариум греет 500 литров это нормальная тема но на такие объемы да ну к объемы это условно говоря только бассейн и маточник то есть словно 6 тонн воды если здесь условно еще будут стоять бассейны то это херня не выводит вот этой провод этот кабель греет вот эту вот эту вот объем только вот это объем только бассейн до 20 градусов до двадцати с половиной вот это он круглосуточно херачит ест по 700 по 600 650 вот так вот примерно ватт в час круглосуточно соответственно 25 он не гони гони не догоняет реле не срабатывает вот всякие инфракрасные эти как его обогреватели излучатели поставил купил киловаттные обогреватели кашни повесил его на стену вот они крепления остались за трешку купил его направил его на эти стеллажи думал то что он будет греть металл металл будет аккумулировать тепло соответственно там тут это все нихера вода прогревается трое суток по киловатту в час короче говоря он у меня жрал то есть там я не знаю 100 киловатт он сожрал и нихрена максимум было 18 половина градусов температура вот этих вот тазиков но я типа хотел сравнить что будет греть киловаттный лучше киловаттный инфракрасник или 700 600 ваттный этот греющий кабель кабель оказался еще лучше греть чем этот инфракрасный но кабель до 21 максимум греет и все больше он не способен прогреть это только он бассейн греет остальные объемы значит тоже прогревать не будет вот там он поселился у нас короче вон сидит карп карп сидит аммоний там нагоняет все это секрет как эту воду потому что я уже загрузил сделал биозагрузку вот маленький качок чисто только для барбатации то есть это не тот который будет насыщать воздухом кислородом воду это чисто для барбатации биозагрузки вот короче говоря что я могу сказать электричеством но я согласен то что хрен ты чё прогреешь если у тебя небольшая комнатушка какая-то окей да электричество можно как бы прогреть и все равно смысла никакого не будет однозначно газ хоть я и говорил там предыдущие видео то что там немного ничего не ест короче говоря это все влажные мечты никакого электричества это прямо вот сто процентов вот я слушал умных людей они говорили то что электричество не топят но я же это же я это моя голова да вот и думал то что вот сейчас я раз и все сделаю по умному нихера это электричество не работает вообще из головы выньте вот эти всякие свои тэна аквариумные тэна от стиральных машин коллекторы с этими ебучими проводами китайскими китайскими вот эти все инфракрасные это все залупа вы просто вы вы пролетите с этими инфракрасниками на электричестве инфракрасник нихрена не греет если у тебя помещение небольшой какой-то гараж да может быть спорить не буду 3 киловатта там поставишь 5 киловатт поставишь он тебя будет круглосуточно херачить он может быть тебе прогреет какое-то помещение какой-то определенной температуры креветок рыбу окей ты можешь выращивать я могу форель выращивать при своей без всяких обогревов у меня тут 17 градусов стандартно без всяких обогревов форель 14 18 градусов я ее могу выращивать но мне не интересно форель я хочу креветок креветки ну и раки до 25-30 градусов должна быть температура 27 но плюс-минус вот в этой в этих диапазонах хрен ты прогреешь каким-то обогревателем большие площади а если ты сделаешь какую-то там конуру там я не знаю гараж какой-то 10 квадратов ты поставишь один киловаттник и будешь а ну какой-то обогреватель инфракрасный для китайский вот этот вот провод вот поставишь там я не знаю один такой странный бассейн вот и будешь себя бить в грудь то что вот я мол типа обогрел этот бассейн да у меня в помещении температуры 25-30 градусов ты хрен ли ты вырастешь вот на этом сраном бассейне вот какие-то нахер вырастишь креветок ты вырастешь себе чисто только под пивас так ты столько электричества сожгешь что ты можешь вам в ленте в этой сраной купите и этих лангустинов короче говоря и жри сколько хочешь вот никакого производства на электричестве не будет да вот если кто сейчас скажет то что вот и в прошлом видео там говорил что можно обогревать я все это проверил я все это перепроверил я оставил и масляный радиатор двух киловатт и инфракрасный радиатор киловаттный они вместе работали с этим проводом то есть этот провод кушал 700 ватт обогреватель кушал 1 киловатт я включал воздуходувку эту трех киловаттную они все втроем ебашили я не знаю как у меня тут это автоматы не выбило вот они все втроем ну вот этот вот он не 3 киловатта он по факту 2 киловатта есть не знаю почему он как-то нагревается потом но он выключается вентилятор тепло сдувает короче 2 киловатта жрет и того 2 киловатта плюс киловатт плюс 700 ватт 3 700 мне сейчас хуярило здесь вот но я надолго я не рискнул это все оставить потому что предназначал с проводкой там я не знаю вот они погоняли может быть часов там сколько-то вот ни хрена ни на градус в помещении не прибавилось ни на пол градуса ни на долю градуса не прибавилась температура воды в сутки вот вот когда была эта температура воды вот этой вот этого бассейна 15 градусов вот эти провода грели в сутки примерно на 2 градуса в сутки потребляя 700 ватт в час а сначала до 17 то есть два градуса в сутки потом по одному градусу в сутки он он они грели провода грели мне воду но вы представляете 700 ватт по одному градусу и в итоге он вот на застопривался на 20 на 25 но я когда пришел было 20 было 29 ну то есть почти 21 до а вчера я уходил было 20 то есть он на 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 один градус сутки прибавился до позавчера тоже было ну короче говоря ладно не суть в общем на один градус и больше он не прибавляет так он греет сутки один градус остывает на пол градуса остыл за два часа потому что помещение 17 градусов кроме этого грею воду в трубы канализационные потекли но это ладно хрен с ним короче но все равно суть в том то что это все тоже потечет если я нагревел до 25 до 30 градусов эту воду у меня все здесь потечет короче говоря масляный обогреватель который я взял ну просто попользоваться да я отдал обратно этот инфракрасник который здесь стоял киловаттный я его в магазин сдал обратно вот эту хуй и тень короче да на проводах я оставлю потому что она никому не нужна я уже ее пытался продать на авито никому этот провод на хрен не нужен короче говоря вот пускай будет хрен с ним вот это будет как а знаете как типа резервный короче говоря какой-нибудь резерв не знаю пускай в общем будет я просто это вот сегодня не хочу разбирать срезать пускай все будет может быть в будущем чем-то придумал вот будет как резерв вот а кстати если будет тебя загрузку покупать то короче говоря вот на такую бочку 200 литровую нужно примерно 50 ну вот продается в мешках по 100 литров до минимум 50 литров короче сюда загружается 50 литров этого пока что будет достаточно вот если больше если всю весь мешок туда запихивать то она перестает булькать короче говоря она сбивается где-то тут вот ну сверху это шапка в этой херни короче говоря либо надо тонущие братья не плавающие вот в общем не знаю 50 50 литров я сюда загнал вроде нормальный будет я сейчас отключил потому что мне нужен был удлинитель короче говоря по итогу так вот эту пушку тепловую я ее тоже нахер туда брошу в то помещение пускай клиенты греются с ней и по итогу я купил себе печку который называется блять булевар сибиряк комфорт тут им сюда им вот купил он вообще в теории на один квадратный метр должно выходить 100 ватт какого-то тепла до 100 ватт какого-то тепла там электричество не электричество хер с ним вот соответственно если у меня здесь но у меня здесь 90 квадратов почти но вот я вот эту часть выделил у меня здесь для других целей будет я здесь стену поставлю гипсокартоновую вот и здесь где-то будет примерно 60 квадратов то есть вот эта херня она 10 киловаттная соответственно 10 киловатт умножить на ну в общем это хрень короче говоря 100 квадратных метров мы нажимаем на 0 и 1 киловатт это получается 10 киловатт да а у меня здесь 60 то есть мне здесь было бы достаточно 6 киловатт это уже с перестраховкой получается 10 киловатт вопрос том будет ли она греть мне 17 до 25 до 27 градусов а это я узнаю завтра а почему а потому что блять я не знаю как подключить этот вот этот дымоход я тут уже пробил стену короче говоря пробил стену вот пробил стену а дальше у меня короче говоря вот нужно вот сюда чтобы она выходил в эту дырку а угол угла здесь угол не получается никак это мне нужно печку это мне нужно печку ставить около входа грубо говоря вот под углом то есть поняли да вот вход печку ставлю вот где кирпичи примерно и вот тогда она раз и туда угол идет и как я буду ходить чего-то делать не мне очень сильно посмотреть какая здесь толщина плит о блять я не знаю тут полметра короче плита их тут хрен прорежешь мне очень повезло то что там он есть еще одна дырка я короче как печку ставлю вот сюда вот потом трубу делаю трин-тин-тин сюда 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 по стене эту трубу и туда в и дальше я буду делать гофротрубу гофротрубой гофротрубой уже выводить вот отсюда гофротрубу да и заводить ее туда кто-то скажет то что блять гофротруба не пойдет я согласен то что по но в теории она не пойдет в теории но как я посмотрел в интернете люди ее ставят эту гофротрубу вот типа она она выдержит как я посчитал до 500 градусов дальше она прогорает если я ставлю например 5 метров вот такой металлической трубы по помещению то она в принципе должна остывать пока идет до гофры до гофры воздух должен уже труба остывать в принципе да во первых во вторых это печь идет длительного горения то есть это не вот ты дрова туда захерать бля телефон сеть 30 секунд осталось ты дрова туда захерачиваешь она у тебя горит 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 вот и туда пилеты закидываешь брикеты открываешь заслоночку чуть-чуть и она тлеет и грубо говоря они там тлеют ну температура же и в дымоход не такая сильная идет короче говоря все всем пока телефон у меня сел сейчас сядет завтра попробую все это сконструировать подключить я все будет нормально видео включу если не сгорю все пока